Культпоход Это фото-выставка Мне кажется, это зоничный такой проект Потому что там есть и экскурсии, и лекции То есть всё-таки проект Да, это проект с насыщенной программой То есть это не просто фото-выставка Но у нас есть ещё параллельная программа Это экскурсии, это лекции Вот и выступления на радио Хорошо, отлично В общем, давайте по порядку Стартовал он ещё в начале апреля, насколько я понимаю Да, всё верно 4 апреля у нас состоялось торжественное открытие Фото-выставка Спрятавшиеся церкви в Вятке Размещена в Герцанке Всё верно На третьем этаже находится интерактивная комната И в этой интерактивной комнате Находится наша фото-выставка И я сразу скажу, что у нас не только фотографии представлены И почему мы выбрали именно эту площадку Потому что там находится ещё и телевизор На котором постоянно транслируется фильм, который сняли тоже наши студенты Это фильм посвящён одной из спрятавшихся церквей Это церковь, которая находилась в корпусе нашего университета Это Веденская церковь 1880 года И вот студенты сняли о ней небольшой фильм восьмиминутный Который параллельно выставке идёт постоянно в этой комнате На большом экране, да? Я предлагаю всё-таки объяснить нашим слушателям Что это за проект, что это за название Что это за таинственная спрятавшаяся церковь Давайте сначала Расскажите Наш проект был посвящён церквям Которые в настоящее время являются недействующими Но долгое время и в Вятке Это были довольно-таки большие церкви Которые привлекали большое количество жителей нашего города И это церкви, как правило, домовые То есть они находились при каких-либо учреждениях, организациях При каких-то учебных корпусах И поэтому в советское время их достаточно легко оттуда убрали И сейчас многие даже не замечают часть этого здания Не знают, что здесь находилась церковь Нам кажется, что это очень важно Потому что на каждом шагу мы слышим фразы о том Что мы всё потеряли из Вятки Все наши церкви были разрушены На самом деле где-то только треть была полностью уничтожена А вот одна из таких вот больших частей, которые сохранились Это те церкви, которые были домовые Они практически все сохранились И все сейчас можно увидеть То есть все здания физически, они сейчас существуют? Да, физически существуют И все пристрои, которые раньше выполняли роль церкви Они тоже сейчас сохранились Просто мы их сейчас не видим Потому что знания... Не идентифицируем их А давайте мы вот прям какой-то пример Какой-то церкви приведём конкретной Мимо которых наверняка все проходят очень часто И не знают, что это И по какому адресу И что там сохранилось Конечно, конечно, это очень интересно На самом деле церквей таких домовых у нас в городе Было не менее 15 Из них практически все сохранились Каждый день мы проходим мимо них И не замечаем Например, это детская филармония Это вообще самостоятельная старообрядческая молельня В прошлом Это, например, церковь, которая находилась Как я уже рассказывала, в нашем корпусе Это 14-й корпус ВятГУ Это на Красноармейской? Это на Красноармейской Если мы посмотрим на корпус со стороны улицы Пролетарской То есть с Ленина обойдём корпус И посмотрим со стороны Пролетарской Вы даже увидите эту церковную стену С красивыми арочными окнами Она полностью сохранилась Подождите, то есть это старый корпус Вятского педагогического университета Который на углу Ленина и Красноармейской Если обойти его с задней стороны Там со стороны дворика это заметить можно Конечно С Пролетарской, да? Полностью, да, вот со стороны Пролетарской Если посмотреть на внутренний двор Вы увидите Я сегодня уже пойду мимо И посмотрю, я никогда не обращала внимания Подождите, было же это здание, по-моему, двухэтажным, да? Да, это было здание двухэтажным Это было Вятское епархиальное училище Конечно же, для девочек и епархиалок Обязательно должна была быть там домовая церковь И она там была пристроена в 1880 году И была довольно-таки большой трехэтажной церковью С большим очень куполом Вот, но в 1935 году это здание было перестроено по проекту Чарушина Было добавлено четыре этажа А в бывшей церкви была сделана учебная аудитория А на месте алтаря разместили кафедру диамата Это диалектического материализма Ну, это такой типичный пример замещения идеологии и религии Но, несмотря на это, абсолютно все помещения этой церкви сохранились С внешней стороны церковь тоже угадывается Потому что ее внешне тоже практически никак Иван Аполлоныч не перестроил эти красивые арочные окна Вот, и каждый день наши студенты занимаются в помещении бывшей церкви Это 214 кабинет С ума сойти Слушайте, я сейчас пытаюсь сообразить, была ли я в этом кабинете Потому что я училась в старом корпусе, правда, на третьем этаже, не на втором Если взять третий этаж, это, получается, 319 кабинет Это, кажется, вот где-то над ней, да, примерно А у меня вот все мои учебные годы прошли как раз в 214 кабинете Я училась на факультете культурологии И наш, наш, как бы, такой вот кабинет, в котором мы проводили все Прям наш-наш, да? Наш-наш Это был как раз 214 кабинет И та же кафедра культурологии как раз располагалась тогда на месте алтаря Мне кажется, это так символично И, собственно, идея уже тогда во мне зрела Интересно, а в ВУЗе сейчас нет мысли о том, чтобы восстановить как-то вот этот храм? Эта мысль периодически возникала И даже в газетах писали где-то в 90-е годы Я находила, что в церкви Вятского педагогического университета быть Ну, вот так она Не сложилась пока Да Понятно А какие-то еще, может быть, вот такие тоже не бросающиеся в глаза, но очевидные Точно такая же история с корпусом бывшего сельхозакадемии ныне Агротехнологического университета Да, все верно Вот, их корпус, который располагается на улице Урицкого Это адрес Урицкого, 36 Мы видим этот корпус, когда гуляем по парку Гагарина А, то есть это рядом, получается, с телебашней, да? Да, рядом с телебашней Вот как раз три окна, которые ближе к телебашне Это тоже церковь, только Софийская церковь, пристроенная в 1903 году Абсолютно тоже все детали этой церкви сохранились, кроме звонницы, которая была на третьем этаже Надстроенная такая, да? Да, надстроенная То есть ее убрали просто, чтобы не было ассоциаций сразу, да? Да, 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 только звонница была убрана, так же, как только купол убран был с нашего То есть вот три окна ближе к телевышке Это трехэтажный пристрой, который был сделан в 1903 году к зданию духовного училища Это духовное училище закончил Виктор Васнецов Поразительно Нет, ну это здорово, конечно И обо всем это можно узнать, если прийти на фотовыставку Да, и таких спрятавшихся церквей достаточно много И мы показываем их на выставке Можно посмотреть фотографии, чтобы вот так не объяснять, да, где посмотреть Можно, да, прийти на нашу выставку и даже записать адреса и прогуляться Мы в нашей группе ВКонтакте даже выложили маршрут, по которым можно пройтись самостоятельно и поискать эти церкви Потому что многие из них, ну, незаметны совсем Например, в высшем особняке Якова Алексеевича Прозорова Там сейчас тоже учебное заведение на перекрестке Ленина-Красноармейской Это напротив, где МФЮА, по-моему, да? Или как-то по-другому, не помню, как называется Да, ну учебное заведение Вот, тоже высшее учебное заведение Красивое такое здание Да, и вот если взять второй этаж И с восточной стороны, то есть от реки два верхних окна, это тоже церковь Когда Яков Алексеевич Прозоров уезжал в Петербург Он завещал, чтобы в его кабинете То есть он это здание передал нашему вот этому женскому епархиальному училищу И завещал, чтобы в его кабинете была открыта церковь И посвящена эта церковь была, видимо, его святому патрону Потому что это святой Алексей, митрополит московский Ну и, вероятно, это был его святой патрон Потому что, ну вот он Яков Алексеевич Духовный отец? Ну нет, святой, да, который там Покровитель Покровитель, да, святой покровитель Потому что была церковь освящена в честь святого Алексея А мы напомним, что Яков Алексеевич Прозоров То есть, и вот, это тоже церковь И она никак не выделялась внешне, кроме купола. Был небольшой купол. С крестом, да? Да, с крестом, конечно. Вот его убрали, и стало совсем незаметно. Удивительно, как всё-таки происходит переописание архитектурного сооружения. Убирается какой-то элемент, поселяется туда какое-то другое учреждение, всё, никто уже не узнаёт. И вы сейчас как бы переупаковыванием занимаетесь снова вот этих объектов. Какой-то первоначальный смысл хотя бы на уровне знания. Да, не функционального значения, но, по крайней мере, понимания и знания, что там может быть. Это прям здорово, потрясающе. Давайте, может быть, ещё чуть подробнее про фото-выставку. Я так понимаю, там была огромная работа проделана. И со студентами, да? Да, то есть у вас... И про студентов, пожалуйста, расскажите, что за факультет с вами. То есть для ребят проекты какие-то отдельные. Да, конечно. И автором идеи являюсь я сама. Я уже сказала о том, как появилась у меня эта идея. Но, конечно, помогли мне реализовать полностью наши студенты, студенты факультета филологии и медиакоммуникаций. Это будущие журналисты. В основном журналисты. Даже не культурологи, не архитекторы. Нет, журналисты, рекламисты. Потому что в их нагрузке, в их учебной деятельности есть такой пункт, как проектная деятельность. Они пишут курсовые работы, создавая реальные проекты. Вот в этом особенности их учебной деятельности. И, собственно, я решила воспользоваться этим и направить их вдохновить. И, вы знаете, загорелось очень много человек. У нас очень большая команда. Конечно, у нас есть главные действующие лица. Так скажем, это фотограф. Да, это фотограф Кати Новоселова, журналист четвертого курса, которая обладала умениями фотографирования. Она уже такой профессиональный фотограф и уже даже зарабатывает этим. Но для нее это был очень интересный опыт, потому что она работала всегда только с портретами, фотографировала только людей. И вот я ей такой вызов сделала, попросила сфотографировать архитектуру. И это для нее был такой, действительно, шаг вперед. Скажу, что было непросто, потому что от многих объектов нас откровенно выгоняли. Как это было? Ну вот так, да. Бывают некоторые наши объекты, да, они вот почему-то недоступны к фотографированию. То есть там жители местные какие-то? Нет, не жители. Сейчас во всех зданиях в основном какие-то организации жилых зданий. Что это вы тут фотографируете? Да, да. Слушай, ну не оборонные же заводы, вы же там не секреты какие-то выведываете. Вот, поэтому, ну, тоже такой, в общем, был небольшой экстрим. Вот, то есть Катя наш фотограф. Ее одногруппница Оля Иванова, она занималась монтажом фильма. То есть у нас журналисты, они обладают навыками и съемки, и видеомонтажа, и записи подкастов. Поэтому они занимались еще съемкой фильма. Вот это мы сняли восьмиминутный фильм о нашей церкви. И очень большая команда, которая отвечает за продвижение нашей выставки. Они ведут аккаунт ВКонтакте, вот, помогают с организацией. Там тоже настоящая, в общем, такая дружная команда журналистов. В основном журналисты и рекламисты. Но я знаю, что еще у вас не просто кураторство вот этой выставки, а Лена Отногулова, художница, которая была у нас в прошлом году, она была архитектором выставки. То есть архитектура, она присутствует... Это куратор выставки, посвященной архитектурному объекту. Интересно. Да, да, вот мы смогли заинтересовать Лену, чем мы очень рады. Потому что наша выставка — это такой благотворительный проект, абсолютно некоммерческий. И Лена тоже по доброй воле решила нам помочь, потому что увлеклась, тоже загорелась... Самой идеей. Самой идеей, да. И без Лены мы бы, конечно, так не справились, потому что взгляд дизайнера и архитектора выставки на организацию вот этого экспозиционного пространства, он был очень важен. Честно скажу, что ни я, ни студенты не обладали таким опытом работы, поэтому Лена нам очень помогла. Она увидела то, как можно расположить эти фотографии, и кто придет к нам на выставку, вы обратите внимание, что они, во-первых, огромного размера, да, когда Лена мне сказала, что нужно печатать фотографии 60 на 80, у меня, да, перехватило дыхание. Но сейчас я вижу, да, то есть она, измерив, обмерив это пространство, она сказала, что меньше фотографий делать нельзя. Потеряются, да? Да, они просто потеряются. Вот. Потом был особый такой взгляд на то, что нужно делать как бы портрет церкви, то есть у нас есть большие фотографии, вот эти 60 на 80, которые представляют целиком здание, то есть это некий портрет, но, как и у человека, все равно нужно добавить какую-то деталь, говорящую, рассказывающую, поясняющую. Поэтому рядом с этой большой фотографией у нас есть еще фотография детали, какой-то очень интересной такой, она поменьше. И, конечно же, мы все это дополняем архивными фотографиями, потому что нужно... Я хотела спросить, есть ли сопоставление, как это было раньше? Конечно, обязательно, потому что нужно именно сравнить. Обычно это вот самый эффект создает, интересно, да, такое вот это сравнение, что было и что сейчас есть. И, конечно, историческая справка. Над ней мы тоже работали, мы писали тексты, и правили очень долго над ними, искали интересные факты для того, чтобы составить эту историческую справку. То есть это не просто фотовыставка, это не только прийти, насладиться фотографиями и видами нашего города, но еще узнать многое. Я сейчас подумала, знаете, можно было бы еще такой небольшой элемент к вот этому триптиху, да, добавить какой-нибудь материальный объект. Там маленький гвоздик 18 века с этой церкви, кусочек отпавшей лепнины, например, или деревянная какая-то деталь. Ну, ты представляешь, что было бы с участниками проектов, вот в тех зданиях, откуда выгоняли даже фотографа, если бы они там гвоздики попытались. Ничего, надо было, знаешь... Посмотреть или отколупать какую-то деталь. Надо какие-то корочки. Мы там представители какого-то там общества, чего-нибудь исторического, да-да-да, и все. Показываешь людям корочки, они сразу же добрыми становятся, доброжелательными, дружелюбными. Да, и вот, то есть можно прийти самостоятельно на выставку, прочитать всю эту информацию, посмотреть. А можно прийти на экскурсию, да? Да, можно прийти на экскурсию, послушать меня, где я, конечно, сделаю свои комментарии, дополнения, или просто вам захочется, чтобы не читать, а вам рассказали о нашем проекте. Мы сопровождаем нашу выставку бесплатными экскурсиями. Следующая состоится 17 мая в 17.30. Можно подойти вот в эту интерактивную комнату и послушать, я проведу вот такую кураторскую экскурсию по этой выставке. Третий этаж нового корпуса, да? Третий этаж нового корпуса 17 мая в 17.30. Аня, возрастное ограничение? Ноль плюс. Ноль плюс. Да, мы сразу можем сказать, что у всех проекта, и у проекта, и у всех экскурсий возрастное ограничение ноль плюс. Да, и ещё будет проходить в скором времени «Библия ночи». Это такое общее мероприятие библиотеки. Пройдёт 27 мая, и вот в рамках «Библия ночи» мы также будем проводить экскурсии. Но там будет общее, такое большое мероприятие, и мы как бы вклиниваемся в общее мероприятие библиотеки. Это экскурсия непосредственно по фотовыставке. А экскурсии в городе по вот этим объектам вы проводите, вы сказали, что у вас есть такой, ну, как бы, не знаю, как это называется, план, не план? Паршрут. Паршрут, да, разработанный, по которому человек может пойти самостоятельно. А так, чтобы с вами, например, пойти или с кем-то из ваших коллег? Можно пройти. Мы проводим и городскую экскурсию. Назвали мы её «Церкви старой вятки. Архитектурные истории». Вот, мы проходим по нашему городу, смотрим не менее десяти церквей. В трёх мы, в три мы заходим внутрь, осматриваем. Вот, я рассказываю. Эту экскурсию мы проводим платно. Вот, именно благодаря этой экскурсии мы окупаем наш... Печать фотографии. 60 на 80. 60 на 80, всё верно. А то есть это не только те церкви, которые представлены в проекте, да, но и работают в жизни. Да, это и действующие церкви, и те, которые не действуют. То есть здесь мы охватываем чуть даже больше, чем представлено на нашей выставке. Потому что мы можем посмотреть внутри. То, что у нас не представлено на выставке, это интерьеры этих церквей. Тоже это, мне кажется, дальнейшее развитие проекта, потому что некоторые церкви даже сохранили свою внутреннюю отделку. Вот, недавно... То есть это не новоделы, а это восстановленные именно, да? Открытые. Какие-то открытые. Открытые, да. Открывшиеся. Открывшиеся, да, случаются такие чудеса, потому что была церковь в здании епархиальной богодельни, сейчас там находится педагогический колледж, и вот они в 2000-х годах, они обнаружили в своём актовом зале, это бывшая церковь, обнаружили фреску Троица, вот, и она была открыта. Я думаю, что, может быть, у нас что-то, если поискать, тоже можно найти. Или церковь, в которой сейчас находится спортивная школа, это Афонская церковь, или церковь утоления скорби и печали, это Динамовский проезд 12. Это рядом с Преображенским монастырем. Да, это бывшее здание как раз женского Преображенского монастыря, сейчас там спортивная школа, и в бывшей церкви, которая там располагалась, это тоже домовая церковь, её называли просто Афонской, официально её название было посвящённо иконе утоления скорби и печали. И вот сейчас там, в этом зале, находится спортивный зал, самый большой спортивный зал, и тоже все рельефы и внутренняя отделка, она сохранилась. И хорошо, что мы можем туда заглянуть, посмотреть, потому что церковь была одной из самых красивых, просторных в нашем городе. Они вспоминали, что храм просторен, светел и весьма благолепен. Давайте тоже скажем, когда состоится эта экскурсия, как можно записаться, попасть, куда прийти, что делать? Эта экскурсия по городу у нас состоится 22 мая, это воскресенье, в час дня, и записаться можно через нашу группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте так и называется «Выставка спрятавшейся церкви Вятки». Вот можно написать туда личное сообщение. Администратором группы. Да, администратором группы. Как раз наши студенты, да, они запишут на экскурсию. Могу сказать, что, конечно, уже половина группы практически набрана. Надо спешить. Не ждите до 21 мая, записывайтесь. Совершенно верно, да. Очень часто бывает, что прямо в день с утра все собрались. Очень большой интерес к этой теме. Очень много желающих. Я безумно этому рада. И вижу, что жителям нашего города действительно эта тема интересна. Это же момент удивления, да. То есть он как раз связан с тем, что ты живешь в повседневности своей, не замечаешь какие-то вещи. А тут такой, ты прямо первооткрыватель, да. Ты приходишь и вдруг узнаешь то, чего другие не знают. Это момент какого-то открытия. Это здорово, да. Мне кажется, что-то мне подсказывает, что вы не остановитесь в конце мая на этом проекте. Ну, лето, лето же это прекрасное совершенно время как раз для каких-то уличных экскурсий. Конечно, и вообще каких-то идей. Я думаю, что да, если вы станете участниками нашей группы ВКонтакте, то мы обязательно будем анонсировать там экскурсии. Я думаю, что действительно мы как минимум продолжим городские экскурсии. Этим летом сейчас самое время гулять пешком. А вот у фотовыставки мы планируем, конечно, и продолжение, и, возможно, новое помещение. Поэтому тоже не теряемся. Вот уже даже и библиотека Герцена нам пошла навстречу. Мы продляли ее. Продляли, да. Ну, чтобы был большой интерес. Мы думали, что у нас выставка закроется 10 мая, но сказали, что все, до конца мая минимум мы там находимся. Ну и потом, кстати, действительно было бы логично, если бы она куда-то еще переехала. Может быть, в какое-то пространство, куда люди могут зайти в более позднее время, например, да? Потому что я понимаю так, что библиотека Герцена, ведь она работает, ну, там до 7, наверное, часов вечера. Она работает до 7, и вход у нас только по читательским билетам на выставку. Поэтому это обязательное условие. У меня мечта, может быть, сейчас меня кто-то услышит, разместить эту фотовыставку на улице. Они испортятся, эти фотографии. Ну, которые 60 на 80. Слушайте, а мне, знаете, какая еще идея пришла? Было бы идеально вообще разместить ее в одном из помещений вот этих домовых церквей. Ну, не в спортзале, конечно, где там ребята. Они, к сожалению, все закрыты. Туда тоже вход не свободный. Да, вход не свободный. Мы уже думали, почему меня спрашивают часто, почему мы не открылись в нашем корпусе, почему не открылись в корпусе другого университета. Потому что это учреждения, в которых так просто не попадешь. У нас невозможно ходить. Поэтому пока мы вот открылись в более-менее доступном месте, но самое доступное место, это, конечно, улица. И летом на улице, к юбилею города, или к дню рождения города 12 июня, хотелось бы открыться в каком-то парке, например, в парке Аполло или у филармонии. На счет парка Аполло, мне кажется, довольно просто договориться с ребятами сейчас, которые занимаются его благоустройством. Там же регулярно стоят стенды такие. Да, там уже все подготовлено для этого. Мы также готовы будем напечатать какой-то новый формат этих фотографий, если это будет нужно. Потому что это будет самая доступная фотовыставка. Мне кажется, это отличная история. Вообще в парке Аполло выставку сделать, ну, тоже такую историческую, да, получается. Это вообще прекрасно. И место там такое, ну, как бы там же вот такое пространство очень уютное, располагающее к тому, чтобы гулять по этим дорожкам, рассматривать все. А еще там можно было бы сделать какую-то карту, или вот как у вас маршрут уже обозначен. Да, он уже сделан у нас, да. То есть можно было бы сделать там по QR-коду, например, выход на какую-то информацию дополнительную, интересующую. И можно было бы вообще сделать еще действительно какую-то... Ох, я размечталась. То есть можно было действительно как-то разметить вот этот маршрут с этими церквями прогулочные. Вот прямо там ко дню города или действительно к какому-то такому городскому мероприятию. Там вот как в Перми маршруты красочкой обозначают. Там желтый, зеленый. И здесь придумать какой-то свой логотип, свой цвет. И вот этот маршрут. Маршрутиризация. Как в поликлинике. Хотя бы на несколько дней, да, как-то обозначить. Ну, что ты сразу про поликлиники? Ну, это хорошо же, когда люди приходят и сразу понимают, куда и как нужно идти. У нас, кстати, одна из церквей связана с больничным учреждением, потому что одна из спрятавшихся церквей находится на территории Кировской областной больницы. Это где там? Ахтырская? Ахтырская, совершенно верно. Потому что, да, там находилось городское кладбище, и на каждом городском кладбище ставили церковь, потому что люди не хотели, чтобы их хоронили не у церквей, потому что была такая традиция. Освещенное место. Да, конечно, должно быть освещенное. И вот такая Ахтырская церковь стояла на этом и стоит. Тоже спряталась, да? Ну, спряталась, да, с 1795 года. То есть это 1795, это самая древняя из спрятавшихся наших церквей, вот, и она находится там до сих пор. И найти вы её можете, и даже подскажу, что можно даже зайти внутрь немножко так подсмотреть, своды красивые, арочные двери ещё там вот сохранились. А как это вот больничный городок, да? Да, это вот больничный городок, но зайти надо, искать её улицы с улицы Красноармейской. А там, по-моему, ворота закрыты теперь. Нет, нет, нет. Там проходитесь. Улицы Красноармейской, да, там какой-то магазин по продаже медицинской техники, то есть нужно обойти детские, там детская поликлиника, вот нужно зайти во двор, да, и вы увидите такое длинное здание, которое покрыто сайдингом, вот, и если обойти это здание с восточной стороны, то с востока вы сразу увидите апсиду, место алтаря, оно тоже закрыто. Давайте людям, которые не совсем в архитектуре разбираются, поясним, как это выглядит. То есть она такая полукруглая, да? Да, апсида это такой полукруглый выступ, в котором находится алтарь, то есть место алтаря, оно до сих пор там сохранилось, и само здание, только к этому зданию сейчас пристроили там еще какие-то дополнительные там пристройки, вот, и все это закрыто сайдингом, но чудесно угадываются вообще все формы церкви, я даже зашла внутрь и увидела, что там даже вот эти красивые такие своды. Своды сруковные сохранились. Ань, пошли после эфира, мы в этом районе живем, хоть и знаем. Да, это церковь, которую строил еще Филимон Росляков, наш первый вятский губернский архитектор. Слушайте, и можно пройти спокойно, да, и никто не выгонит. Да, ну вот со стороны областной больницы не пройти, не увидеть, а вот со стороны улицы Красноармейской ее увидеть можно найти и потрогать даже. В общем, там детский диагностический центр, за него нужно заходить, за него, и там тихонечко, ну лучше это делать днем все-таки, не вечером, чтобы не вышел сторож и не сказал. Да, ну места там такие, да. Что это вы тут ходите, фотографируете? Ничего, у нас корочки есть смешные, мы покажем, все нормально. Не повторять судьбу студентов, которые спрашивали, а что это вы тут делаете, да? Так, у нас остается минута до перерыва. Если есть еще какая-то информация о проекте, которую мы не успели сказать, давайте быстренько скажем, и потом побежим на рекламу. Или мы все сказали? Знаете, что мы забыли сказать? Что на экскурсию, которая состоится 22-го числа, мы сейчас разыграем пригласительный билет, да. Точно, точно, но разыграем один билет, как раз потому, что осталось очень мало свободных мест, вот, и, к сожалению, ребят, только один, но кому-то очень повезет. И те, кто будут отвечать правильно на все наши вопросы, точнее, на вопросы Светланы, те смогут попасть как раз на эту экскурсию, все увидеть, потрогать и все узнать, все информацию. На рекламу убегаем. Культпоход Светлана Дождевых в нашей студии, кандидат к культурологии, доцент Вятского госуниверситета, краевед, член Союза экскурсоводов России. Говорим мы сегодня про проект «Спрятавшийся церкви в Вятке». Кто не успел, можно переслушать, будет на нашем сайте. Очень интересно. Ну и, соответственно, из области этого проекта у у нас сейчас и будут вопросы, которые будет задавать Светлана. Чуть-чуть попозже. Ровно в 45 минут мы выходим, говорит нам звукорежиссер, это значит, что у нас на розыгрыше целых 15 минут остается. Ничего себе. Озвучиваем презент. Традиционно мы разыгрываем пригласительные на любой фильм и сеанс в кинотеатре «Смена» или «Дружба». И традиционно, конечно же, книги от магазина «Читай город». Елена Соковенина, Петя Осликов продолжает хотеть как лучше. Чудесная книга о взаимоотношениях родителей и их растущего ребенка. 6+. Дмитрий Воденников, приснившиеся люди, сборник тонких интеллектуальных эссе, известного поэта, прозаика и радиоведущего о жизни, литературе и вечности. 18+. Михаил Советов, еда по законам природы. Дипломированный врач уверен, только естественное питание может обеспечить хорошее здоровье и жизненную энергию. 16+. Сацукена Цукава, кот, который любил книги. 12+. Ну, книга о пользе книг. Елизавета Минаева, сказка для взрослых девочек. Современный Дикамерон Бокаччо. 8 подруг устроили пижамную вечеринку и рассказывают историю о женской доле в 21 веке. 16+. Ну и напоминаем, что эти другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Не буду адреса перечислять, просто скажу торговый центр «Театро», торговый центр «Крым», торгово-развлекательный центр «Макси» на Луганске и фестиваль на Волково. Ну и пригласительный в галерею прогресса на выставку «Арт-вятка». 6+, возрастное ограничение. Как мы говорили, до конца мая работает эта выставка. И, конечно же, мы разыгрываем пригласительный билет на экскурсию, которая состоится 28 мая. Экскурсия. 22 мая. Конечно, да, экскурсия по церквям нашего города. А та выставка, которая работает в библиотеке имени Герцена, туда вход свободный, но нужно иметь читательский билет. Записывайтесь в Герценку. У меня, кстати, когда-то давно был читательский билет, но я боюсь, что уже не актуален. В смысле? У тебя нет читательского билета? Конечно, нет. Конечно, нет. Мы не идем смотреть церкви, мы идем в Герценку записываться. Конечно. Понятно. Вот такой список призов. Кино, книги, выставки прекрасные. И вопросы. Светлана, первый вопрос. Ну, так как у нас достаточно времени, я начну с непростого вопроса. Давай. На средства какого купца была построена городская богадельня на современной улице Розы-Люксембург? Нам хорошо известно это здание как здание протезно-ортопедического завода. Там находилась одна из домовых тоже церквей. Итак, вот на средства какого крупного купца было построено это здание и церковь в нем? У нас не так много на самом деле было купцов известных в нашем городе. Мы, я напоминаю, даем две попытки. Так что, может быть, даже шанс есть, если вы не знаете. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Татьяна. Да, Татьяна. Вы знаете правильный ответ или угадываете? Нет, я буду угадывать. Давайте, давайте, будем угадывать. Кто известный довольно в Вятке меценат, который вот про... Проспонсировал. Как вы думаете? Строительство. Ну, может быть, Машковцев, может быть, Меховой дворик на Спаска и Ленина, может быть, Кордаков. Меховой дворик на Спаска и Ленина. Фамилии. Фамилии. Вот я услышала две фамилии. Это Машковцев и Кордаковы, но пока это неверный ответ. Это неверный ответ, Татьяна. А вы варианты еще... Нет, мы не даем вариантов. Это вот такой с подвохом вопрос. Так. Давайте вспоминать вятских купцов. Кто у нас был еще? А у нас много было. Ну, кого-нибудь попробуйте еще вспомнить. Может быть, подсказку. Давайте. Может быть, подсказку. В порт имели тоже купцы попили. Ну, вот там, вот первый, который приходит в порт, вот порт это не то все-таки. Порт, наверное, имеется в виду Булычевы. Да, да, да. Это не то, это не то. Светлана хотела подсказку какую-то небольшую. Да, ну вот сын этого купца, он построил у нас первый универсальный магазин, самый большой магазин, который находится сейчас на Спасской и служит как музыкальное училище. Вспобедайте, вспобедайте, Татьяна. Я только знаю, что у меня бывший врач Александр Александрович хотел туда орган так выхлопотать в 60-е годы, но все-таки он появился. Татьяна, да, давайте, давайте, фамилию. Кто-то на букву К. Вот, Альян, точно, уже тепло. Так, я забыла. Забыла. Так, Кардаков, нет, Кардаков я говорила. Кардаков, это другое, это вот, да, это другое немножко. А вот еще один на К. Клубуков. Во! Ура! Ура! Татьяна. Да, Татьяна, мы сгадали. Поздравляем. Какой приз вы хотите? А самый первый там были с книгой. А, Дмитрий Воденников, все, я поняла, хорошо. Дмитрия Воденникова, книжечка, она остается за вами, мы ее подпишем, и у нас на Московской 40 можно будет ее забрать. Поздравляем вас, вы молодец. Едем дальше. Следующий вопрос. Итак, следующий вопрос. Первое учебное заведение для девочек в Вятке, в котором тоже располагается домовая церковь, которая представлена на нашей выставке. Я вот что-то сейчас пытаюсь понять, мы вообще подсказку давали во время нашей беседы? У меня есть ощущение, что мы вообще все рассказали. Нет, 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 нет. Это с подвохом тоже. Нет, мы об этом заведении еще не говорили, не рассказывали, поэтому как раз я вопрос использую для того, чтобы еще назвать одну из наших церквей. Итак, первое учебное заведение для девочек в Вятке. Для девочек? Как оно называлось? Как оно называлось? Или хотя бы примерно где располагается. Да, ну вот мы сейчас рядом с ним располагаемся. А, то есть мы рядом с ним? Да, 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 на театральной площади. Ну это очень просто, наверное, сейчас. Да, на театральной площади, в настоящем здании. Есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Это Валентина. Да, Валентина. Это Вятская православная гимназия, там Екатеринская церковь. Вот она, я считаю. А, да. Все верно, да, все верно. Только название скажем, что это женская Мариинская гимназия. Первое учебное заведение для девочек. Да, да, да. Там висит табличка. Да, и там действительно была Екатеринская церковь, я считаю, что... Она и есть, она и действует. Да, она, кстати, единственная, которая восстановлена и вновь является действующей. Она действует. Поэтому я и хотела знать. Да, у меня там внучка получила эту гимназию, и они уроки начинались в этой церкви. Понятно. Смотрите, как интересно. Ну что ж, мы вас поздравляем. Валентина, спасибо за ответ. Да вот я хотела эту книгу, а книгу ее уже разыграли, да? Ну это Водейникова разыграли, а так ведь у нас еще четыре книги есть. У нас есть книжка про правильное питание, у нас есть книжка про воспитание детей, у нас есть книжка про книжки про кота, который любил книги японского автора, и есть Елизавета Минаева сказки для взрослых девочек. Вот тут, не знаю, внучке после православной гимназии, наверное, не стоит читать Елизавету Минаеву. Ну вот, хотя кто знает. У меня еще ведь не одна внучка, так что вот я слушаю, какая вот сейчас у меня внучка первый класс заканчивает. Ну вот давайте, если первый класс, давайте про Петю Осликову мы вашей внучке книжку подарим. Про Петю Осликова книжка 6+, как раз для человека, который... А что там? Нет, что-то я такую не слышала. О чем хоть? Чудесная книга о взаимоотношениях родителей и их растущего ребенка. А, давайте. Давайте, все, Петя Осликов, прекрасная оформленная книга, Валентина вам достается, на Московской 40 можно ее забирать. Поздравляем. Ура, у нас еще 7 минут. Есть у нас вопросы? Еще два. О, отлично, прекрасно, мы можем сегодня много призов подарить. Еще хочу задать вопрос, не знаю, окажется ли он сложным или нет. Сегодня неоднократно говорила о том, что в нашем корпусе, в 14-м корпусе, в бывшем епархиальном женском училище находилась церковь. А как она называлась? А это вопрос на внимание, 211-101, как называлась церковь, которая... Ну, какому празднику она была посвящена, отсюда и название. То есть она названа по названию церковного праздника? Да, совершенно верно. 211-101, мы говорили об этом в нашем эфире, слушатели, вы чего? Мы говорили, не совсем простое название, необычное название. Я слышу, что кто-то звонит сейчас, нам выведет. Давайте-давайте. Добрый день. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр. Александр. Да, Александр. Предположу, что это Благовещенская. Нет, не тот праздник. Ну, Благовещенская, кстати, Благовещенская домовая церковь у нас есть в нашем проекте. Располагалась она только, правда, в детском приюте. Это современный адрес Спаская, 32, тоже находится рядом с нами. И вот если выйдете погулять, тоже зайдите во двор дома Спаская, 32, и увидите там тоже выступающую полукруглую часть апсиду. Это Благовещенская церковь. А вот в нашем корпусе располагался... Другой, другой, другой праздник. Думайте, 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 Александр. А еще раз подскажите адрес. Это Вятская духовная церковь. Это Ленина 111, сейчас это корпус, 14-й корпус ВятГУ, Ленина 111. Вот, бывшее епархиальное женское училище. И что за церковь располагалась в женском епархиальном училище? Как она называлась? У нас название связано с церковным праздником, но не Благовещене. Может, Вознесение всех святых? Ох, гадает, гадает, Александр, я чувствую, да, Александр. Простите, пожалуйста, да. А, ну вот две попытки, что же с вами делать? В следующий раз попытайтесь счастья. Давайте еще раз. Ну, я не верю, что не знает никто. Тем более, мы в эфире об этом говорили, название говорили. Значит, церковь, которая располагалась в здании... Уж простите мне, да, я скажу, бывшего педуниверситета, бывшего пединститута. Это угол Красноармейская и Ленина. Ленина 111, старый вот этот вот корпус как раз, да, педуниверситета, пединститута. Добрый день, как вас зовут? Кстати, куча информации должна быть об этом. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Это в честь введениях во храм Пресвятой Богородицы. Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Очень интересный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. Ее в трехлетнем возрасте. Конечно, не случайно такое посвящение, потому что там учились девочки, которых тоже как бы ввели, да, в церковную, вводят в церковную жизнь. В епархиальное училище, да. Как вас зовут? Ну что, представьтесь, да, пожалуйста. Константин. Константин, да. Какой приз вы хотите? Про нехороших девочек. Про нехороших девочек? А, все, Елизавета Минаева. Хорошо, ладно. Хорошо. Про нехороших девочек. Константину книжка уходит. Спасибо вам за звонок, поздравляем вас. Традиционно у нас в редакции можно будет ее забрать. Я напоминаю, что мы ведь пригласительные на экскурсию к Светлане разыгрываем, потому что как-то люди у нас немножко так, это, видимо, забыли. Если никто не выберет этот приз, мы с тобой пойдем. Мы вдвоем с тобой пойдем, конечно. А как мы с тобой пойдем вдвоем? А под одной фамилией как-нибудь. Ладно, мы сошьем курточки наши вместе, скажем, что мы один человек. Отлично. Последний вопрос, Светлана. Давайте сейчас будет вопрос тогда с вариантами ответов, потому что вот, оказывается, тема интересная, но нужно еще много узнавать по этой теме. Поэтому сейчас будет с вариантами. Я сказала о том, что на Спасской 32 находился детский приют. Сейчас это офисное здание. В нем тоже находилась домовая церковь. Она была благовещенской. О ней как раз я только что рассказала. И у этой благовещенской церкви, вообще у этого детского приюта был такой патрон, покровитель, церковный староста из очень-очень крупный купец. Тоже наш. Тоже наш. И какая же была у него фамилия? Давайте мы на выбор предложим три варианта, которые сегодня уже прозвучали. Это Машковцев, Булычев или Колобуков. Кто из этих крупных купцов поддерживал этот детский приют и был церковным старостой этой церкви? Минутка у нас остается. Я знаю, что есть звонок. Добрый день. Алло. Да. Да, 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 да. Как вас зовут? Наталья. Наталья, угадывать будете или знаете ответ? Нет, я буду, наверное, угадывать. Давайте. Может быть, Машковцев? Нет. Первая попытка. Даем вторую попытку. Очень крупный купец. Самый богатый, да, конечно. Это он. Это он. Тихон Филиппович Булычев содержал этот детский приют и был церковным старостой этой благовещенской церкви. Наталья, какой приз вы хотите? Скажите, там книжка про кота. Книжка про кота осталась. Она достается вам. Она ваша. А билет на экскурсию достается нам. Ура! Ура! Спасибо вам большое. Спасибо Светлане Дождевых, которая была сегодня с нами в студии. Проект «Спрятавшиеся церкви вятки». Мы еще раз про него говорим. Всех отправляем в контакт. Так и называется выставка «Спрятавшиеся церкви вятки». Там можно все почитать. Там можно посмотреть расписание экскурсий. Про проект узнать более подробно. Ну и приходите, конечно, и в Герцингу, и на экскурсии. Программу «Культпоход» на этом закрываем. До свидания. До свидания. До свидания. КУЛЬТ ПОХОД